Привет, друзья! И сегодня я снова размусорилась. И у меня довольно большой такой... большая пучка. Давайте начнем, наверное, с плоских вещей. Выкидываю вот такие вот штуки из фитспрайса. Я их брала давно. Они, как видите, тут был такой крючок, он сломался. Одна такая. И вот такая вот. Не знаю, пока, может быть, отдам. Назарю-ударим. Может быть, оставлю внизу. Есть люди такие, которые собираются на первом этаже. Потом у меня вот такая стопочка таких, не знаю, открыток с Лениным. Они мне не нужны. Производство 79-й год. Они белые. Тоже, наверное, на дару-даре. Я думаю, что есть какие-то фанаты, поклонники. Так, из плоского. Такая вот штучка тоже, наверное. Ну, практически все я отдаю обычно на дару-даре. Если кому-то что-то нужно, вот из того, что я сегодня скажу, вы пишите в комментариях, не стесняйтесь, потому что, ну, всякое бывает. Может быть, что-то понравится и хочется эту вещь. Отдаю абсолютно бесплатно. Вот, пока что из того, что представляю, просто отдаю. Вот такой кармашек. Это я покупала, как она называется? Эпилятор. Вот. И к нему прилагался вот такой кармашек. Сюда нужно руку засовывать вот так вот. А здесь этой стороной водить по ноге. Здесь внутри лежит вот такой мешочек. Я не знаю, что в составе, но эта жидкость, она холодная. Она всегда холодная. И по инструкции ее предлагают еще класть в морозилку на несколько минут, чтобы она совсем, ну, заледенела или охладилась. Она, походу, не заледеневает, не обледеневает. Ну, чтобы она охладилась вообще очень сильно. И когда вы, значит, проводите этой штукой по ноге, потом проводите эпилятором, и потом снова этой штукой. Типа она расслабляет ногу, расслабляет кожу, не ногу, кожу. И, как бы, ну, менее это все получается, как сказать, менее агрессивно, что ли. То есть, типа она улучшает работу эпилятора. Ну, не знаю. В общем, я прелесть всей этой штуки не поняла. Мне как-то она не понравилась. В общем, ну, она лежит уже много лет, и я ни разу ей не пользовалась. Вот. Дальше вот такие вот варежки из X-Price, они уже, как бы, ну, включенные, так сказать. Их нужно подогреть в две штуки. Вот. Их нужно поварить 15 минут в кипятке, и потом они станут нормальными, и ими снова можно будет пользоваться. Купила давно, очень давно. Я даже не знаю, сейчас такие, по-моему, и не продаются в X-Price. Я даже не знаю, сколько лет назад, но очень давно, лет 6 точно, если не больше. Пользовалась один раз. Не поняла. Мне хватает перчаток или варежек. Вот. Поэтому тоже отдаю. Дальше добавить, наверное, игрушки. Вот такой мыша-медведь из вельвета. Делала его сама ещё, когда ходила в кружок рукоделия. Это было очень давно. У него лапы не крутятся, то есть они пришиты, и ноги тоже не крутятся. И вообще он, в общем, очень странный такой, и он мне не особенно нравится. Поэтому тоже отдаю. Он давно уже стоит и мозолит мне глаза. Потом вот такой цыплёнок. Это тоже делала сама. Это искусственный мех и какая-то фурнитура. Типа цыплёнок в яйце. Ну, не знаю, тоже как он давно стоит, он мне ни к чему. Вот. И особо как игрушка он тоже мне не особенно нравится. Так. Затем идёт вот такая птичка из бересты. Даже не из бересты, а из фанеры, что ли. В общем, это сувенир из города Каргополь. Когда я туда ездила очень давно на практику. Вот там покупала этот сувенир. Но счастья она мне так и не принесла. Только пыль собирает. Поэтому... А, с недавних пор у меня аллергия на пыль. Так что эту штуку тоже отдаю. Так, что ещё из того, что пыль собирает. Ещё вот такая штучка. Это мне дарила подружка. Она сама делала. Это такая, как баночка с саше. И причём здесь саше, оно как бы постоянное такое вот. И на него нужно капать каким-нибудь аромамаслом. Чтобы это всё выветривалось. Ни раз не пользовалась. Мне она не нужна. Она стоит уже много лет. Вот в том виде, в каком она есть. Никогда на неё ничего не капало. И как-то... Этот способ мне не очень нравится. Я думала вот это всё ободрать и использовать мисочку деревянную. Но, как бы, тут приклеено вообще намертво. Так что, не знаю. Скорее всего, так целиком и буду отдавать. Дальше. К ароматической теме. Вот такой слоник. Это аромалампа. Мне её тоже подарила подружка. Много лет назад. Но он мне сразу не понравился. И как-то вот он всё время жил в моей жизни. При этом был нелюбим. Вот. Я хочу себе керамическую эмалированную аромалампу. В каком-нибудь таком японском стиле. Пока не присмотрела ещё ничего. Может быть что-то совмещенное. Чтобы можно было и палочки туда вставлять. И аромалампу делать. Чтобы масло капать. То есть у него здесь углубление. Внутрь ставите свечку. И кто знает, тот знает. Наливается вода и несколько капель. Вода испаряется и масло как бы источает запах. Вот. В общем. Такой слоник. Он мне не нравился никогда. И он у меня всю жизнь как чужой человек в квартире. В общем. Тоже отдаю. Он керамический. Он довольно тяжёлый. Но выглядит очень хрупким. В общем. Буду отдавать. Если что-то понравилось. Напоминаю. Вы пишите в комментариях. Договоримся. С удовольствием отдам. Если что-то приглянулось. Так. Дальше из такого. Из хлама-хлама. Есть рулон вот такой бумаги. Это просто бумага для записи. У неё идёт перфорация. Здесь дырочки такие. Никогда особо им не пользовалась. Рулон довольно внушительный. То есть тут много. Может это от чеков. Может это какая-то печатная бумага. Я не знаю. Но он стоит уже очень много лет. И она мне не очень нужна. Как-то я не поняла вот этот принцип. Записывать. Отрывать. Записывать. Отрывать. Тем более бумага такая. Немножко гладкая. И писать на ней не очень-то удобно. Вот. Дальше. Хочу отдать вот такого ангелочка. Он вешается на стену. Это керамика. И просто покрашена под бронзу. Такой состаренным. Тоже он у меня очень давно. Я даже не помню откуда он. Я его и вешала как-то на стену. И он у меня лежал просто. Но я просто поняла, что он не впитывается в мою жизнь. Потому что он такой а-ля барокко. А я не люблю барокко. Тоже пойдет на даром. Или на дар-удар. Или опять же говорю сотый раз повторю. Пишите в комментариях, если что-то понравилось. С удовольствием вам отдам. Я буду рада, если у этих вещей появится новый дом. Потому что их просто не выбросят на панойку. Вот. Вот такую ассатуэтку. Не знаю, как показать. Такой слоник. Или мамонт. Коричневый. Очень много лет назад я как-то встречалась с парнем, но не срослось. Он сделал мне предложение, а я отказала. И в честь, наверное, того, чтобы мы расстались с друзьями, он подарил мне слоника. Слоник мне никогда не нравился. Так же, как и парень. Поэтому я не хочу, чтобы он на меня стоял и напоминал лишний раз о том, о чем мне неприятно вспоминать. Вот. В общем, такой вот сувенир. Не знаю, мне слон не нравится, поэтому отдаю. Зачем он мне вообще нужен? Потом вот такой вот Дед Мороз. Показать даже не знаю как. Он с бокалом шампанского, не знаю. И сзади у него вот здесь на стене написано налей. Он пьяный. Тут даже не знаю как сказать. Он не сидит на руке. Он падает. Заваливается. Вот. Либо у него центр тяжести нарушен, либо чего я не знаю. Но он на месте не сидит. Вот. И как бы он лежит... Не помню откуда он у меня кто-то подарил. Он лежит уже много лет и я им в принципе не довольна. То есть он особо не украшает полку, а только занимает на ней место. Вот. И еще отдаю мешочек с игрушками. Сейчас. Пушуршуй. Пушуршуй. Это ёлочные украшения из фикс прайса, которые я брала. Как-то у меня был новый год, короче, когда не было игрушек. Почему-то я уже их себе перевезла на другую квартиру. Не помню. Сейчас покажу. Они здесь относительно разные. Вот. Чтобы все форматы узреть. Так. И вот пока еще. Так. Вот. Вот такой набор. Значит. Конфетка квадратная глянцевая. Конфетка круглая. И фиолетовая. Конфетка круглая. Красная. Виолетовая. Так. Ёлочка. Золотая матовая. Конфетка золотая матовая. Круглая. Ёлочка. Такая бронзовая. Блестящая. И конфетка квадратная матовая. Круглая. Штейн, опять же, если кто досмотрел до конца и дошел до этого момента, повторюсь в сотый раз, если вам что-то приглянулось, пишите внизу в комментариях, я все прочитаю, мы с вами договоримся, как, куда отправлять, если вы в Москве, мы можем встретиться, я вам это отдам, если что-то понравилось. Вот, если там, ну, какие-то мысли есть вообще на этот счет, тоже все пишите, я все комментарии читаю, вот, и если никаких желающих не появится, то все эти вещи в ближайшее время будут выставлены на Дару Даре, если вы еще там зарегистрированы, ответно заходите, это не реклама, это просто очень хороший сайт, где люди от всей души просто отдают вещи, причем не только те, которые просто им не нужны, а действительно вообще достойные вещи, то есть там можно и компьютер себе отхватить новенький, вот, ну, я не об этом, в общем, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok